Комсомольская правда Итак, сегодня у плиты Фудблогер Екатерина Рябиновой Счастья У инстаграма Рябиновой Счастья 124 тысячи подписчиков Фудблогер Елена Фенцик Инстаграм-канал Настенки на меню 501 тысяча подписчиков Личный кулинарный блог Алиша Баст И его ведущая Алина 325 тысяч подписчиков в инстаграме Заслуженный мастер спорта Двукратная чемпионка мира по бодифитнесу Фитнес-модель и ведущая Юлия Ушакова 518 тысяч подписчиков Блогер, автор инновационной идеи Бренда Блиночки И генеральный директор компании Авангард инноваций Виктория Нестерович Теперь пришло время представить Наше замечательное жюри Тех людей, от вкуса которых Будет зависеть результат Сегодняшнего шоу Итак, первый заместитель Генерального директора Издательского дома Комсомольская правда Роман Карманов Известная телеведущая Журналист, президент Арт-медиа образования Школа Арины Шараповой Арина Шарапова И шеф-повар Кулинарной студии Юлии Высоцкой Максим Кураков Максим, приветствуем тебя Присоединяйся Выходи в центр этого зала Потому что этот зал Тебе очень хорошо известен На готовку и сервировку Мы вам, друзья, даем Ровно 30 минут Готовить начинаем По нашей с Максимом команде Три, два, один К столу! У каждого сейчас куча ингредиентов Вы их, в принципе, забрали Но, скорее всего, они вам все не пригодятся А, например, на любом чемпионате Будь то заграничный Или московский чемпионат Учитывается не только то Что вы готовили и сделали А сколько у вас еще осталось То есть вы набрали кучу ингредиентов А они вам не нужны То есть, соответственно, это вам минус балл Что вы их себе вообще просто так взяли И поставили на стол Легким движением руки Баллона Классическое тесто для блинов Полностью органический состав Мука, яйца, молоко, сахар И масло подсолнечное 30-40 секунд получается И блин уже можно переворачивать Идеально! Правильно я понимаю, что у вас не только блины еще в таких баллонах продаются? Да, у нас также есть вафли, панкейки и кексы Купить можно будет скоро во всех супермаркетах Я хотел бы озвучить наших замечательных партнеров Это кулинарная студия Юлии Высоцкой Замечательная, в которой мы сейчас находимся Оливковый остров Гринокс Официальный дилер российско-греческой производственной компании Торговый дом Грека в Москве Еще один наш партнер Бренд Блиночкин Компания Авангард Инновации Блиночкин инновационный продукт Вкусно, быстро, просто ароматные блинчики Тесто в аэрозольном баллоне по принципу взбитых сливок У меня есть свое пристрастие Я прямо даже сейчас скажу, какое Эти блины должны быть с кружавочками Тоненькие Вот такие я прямо очень люблю Ну а все остальное, это какая-то как фишка ляжет Блины для меня это такая самотерапия Мужчина, который выпекает горку блинов Тут же избавляется от целой серии Всяких разных внутренних страхов Значит, сомнений и нервов Блинчики должны быть очень тонкими Очень тонкими, потому что тогда На одну тарелку вмещаются до сотни Чтобы блины были более нежными Более мягкими Для лучшей консистенции теста Мы добавляем масло оливковое В тесто для блинов Немного Оно такое искристое, янтарного цвета Такое делает нежную текстуру теста Три Две Одна Стоп, друзья Бросили все Юлия, несите вашу тарелку, как она есть Мы с Ариной рассматриваем сначала внешний вид Потому что для нас, как людей, визуалов и телевизионщиков Важна внешняя эстетика Вот из всех ягод, ягодных блинов Мне больше всего нравятся вот эти И даже не смотря, что здесь самая, ну, может, не самая лучшая картинка Мне кажется, они максимально аппетитные И вот какие-то очень, ну, такие российские Настоящие Сметанка Согласен Я бы даже вообще смело убирала бы ягоды Согласен Выглядит здорово Это бабушкины блины Это блины 21-й Это подводочки традиционные А это мамины, смотрите, да Так, сейчас начинки прям Это блины называются революция Красные и белые Так, дегустируем Когда я ем, я глухонем Отличные блинчики, серьезно? Серьезно, творог делает свое дело Холодненький такой, да? И блин И блин А это секрет фирмы, наверное Возможно Я ожидал, что они будут хотя бы с перцем внутри Ну, для пущей Ну, давайте в целом, да? Вкус блина Я тоже И я То есть он нежный Он не выделяется Но он прячется за творогом То есть как блин таковой, да? Его нет Все Товарищи, извините, мы пробуем Я прикрываю тебя пока с ним Это прячешь на самом деле с собой Не дави Не дави на меня Расскажите нам, пожалуйста, что внутри Что у нас здесь внутри? Это домашние бабушкины блины Рецепт моей бабушки Она всегда это так Это настоящие русские блины С творожком С сахаром Это те блины, которые заваривались водичкой Больное место в самую слабую, так сказать, сточечку бьет Молодец Моя бабуля делает тоже так Но она использует вместо воды молоко То есть заваривает молоко Поэтому я думаю, да, что здесь вкус должен быть как действительно у бабули Ну они прям такие Русские блины Russian tradition Первыми, да, все-таки оказались вот эти бабушкины блины Которые действительно похожи на те, на которые вот нам в детстве нам готовили Они вроде бы простые Они такие толстенькие Я бы даже сказала, жирненькие местами Но мне кажется, что они прям настоящие по вкусу Блины, они могут быть не только вкусными и полезными Но они решают еще разные задачи Потому что на самом деле вот эти блины, они решают задачу вкусно поесть На самом деле, каждый буквально, блины представлены здесь У них своя задача Вот под эти блины хорошо водочки выпить Вот эти блины хорошо перед и после тренировки Вот эти блины хорошо ребенку, которого не заставишь вот такие блины съесть Вот А вот эти блины инновационные, как выяснилось Мы и не знали об этом, оказывается Это специальная штука, из которой эти блины делаются А на вкус, в принципе, такие же годы И вот эти блины, и хорошо зимним вечером, когда холодно Надо плотно поесть и съесть Мы выбрали то, что ближе нашей душе Это бабушкины, в общем-то, блины, как мы их определили Их нельзя до и после тренировки Под них водки, в общем, не выпьешь Но, тем не менее, это то, что можно Вот когда приехал в гости к бабушке Или приехал к очень дорогому тебе человеку Когда он вот такой приготовил Тебе на душе становится легко, свободно и хорошо Так что вот мы выбрали вот эти вот блины Рецепт этих блинов достался мне от бабушки И на самом деле там все очень просто Нам нужно яйца, мука, молоко, сахар и соль Это все Самый главный секрет Это всего одно яйцо Тогда блины получаются мягкими Далее мы добавляем 2 стакана теплого молока И 1 стакан крутого кипятка Это тоже один из секретов Из-за этого, из-за кипятка Как раз-таки в блинчиках образуются дырочки Далее мы добавляем соль и сахар по вкусу Просеиваем муку на глаз И наше тесто должно получиться немного жидковатым Тогда оно хорошо растекается по сковородке Это все Главный секрет приготовления блинов Это, конечно же, любовь, друзья Поэтому всегда, когда вы готовите Добавляйте маленькую щепочку любви Всем приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok